Иди китайцам, скажи пацаны выгибайте мне вот такое крыло. Отпилим. Крыло это будем вырежать. Ну вот сейчас мы отрежем предварительно наш элемент и будем уже подвинять потом всюду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, всем привет. Наконец-то BMW готова. Я ее сегодня заберу. Сейчас Женя. Здорово. Привет еще раз. Женя сейчас расскажет по технологии, с чем пришлось столкнуться при ремонте BMW. В прошлом видео вы видели, что BMW начали пилить болгаркой. Мое любимое занятие. Что происходило дальше? Дальше мы ее пилили, 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 потом сварили. Из нового куска крыла, которое приобрели, взяли необходимую нам деталь, которая была помятая на этой машине. Подогнали, переварили, удалили все мятое, вот эту жуванину, которая там была. В результате у нас получилось целое крыло. Многие писали в комментариях, почему вы меняете именно таким образом, почему вы не меняете целиком крыло. Целиком крыло не было смысла менять, потому что крыло было целое. Оно было без ремонта, без никакого. И просто взять и поменять крыло, ну, это глупо. Это нарушится технологически все швы, это все лишнее. Мы заменили только то, что было повреждено. И почему мы сделали это именно так? Потому что мы были уверены, что больше там ничего менять не надо. Поэтому сначала мы отрезали от донора, а потом от машины. Да, да, кстати, вопрос открыл. Это был вопрос, я понимаю, когда речь идет о гнилом автомобиле. Приехал Газель, посмотрите. Так, что-то гниловато, малец. Совсем чуть-чуть тут, в принципе, что подварить шпаклевкой, помазать в легкую. И нормально, я думаю, поедет она дальше. Когда действительно пока там не убедишься во всем, и чтобы была уверенность, надо сначала вырезать из машины всю гниль. У нас гнили нету на машине вообще, в принципе, я нигде не обнаружил гниль. Только была ржавчина небольшая на тех участках, где было повреждено красочное покрытие. И все. После чего мы зачистили все швы, обработали эпоксидным грунтом. Красным вот этим, да? Нет. А, это еще какой-то был до этого? Да, да, был эпоксидный грунт до этого. Зачистили швы, сейчас нанесем эпоксидный грунт для того, чтобы потом можно было скаклевать. На него мы нанесли шпаклевку, потому что сварочные швы, как ни крути, все равно там где-то и металл провалился, и это сварочный шов. Подшпаклевали немножко. И после этого ободрали все до металла, все как положено, и загрунтовали. Начали с кислотного грунта, который даст защиту антикоррозионную кузову, железу. То есть, если автомобиль получит скол какой-нибудь, благокрасочный, позволить повредиться до металла, коррозия не будет распространяться от этого скола. Уже будет защищено максимально. Как вот многие машины обращают внимание, у них скол пошел, и вокруг скола начинает все гнить, надувается краска, лопается, отваливается кусками. Вот чтобы этого не происходило, сделали именно так. После чего нанесли наполнитель грунт, отшлифовали и покрасили. Субтитры сделал DimaTorzok Пылесборная салфеточка, чтобы собрать. Специальная? Да, она такая липкая, потрогай. О, прикольно. Пыль к ней прилипает. Липкая такая же, как и стены здесь. Результат вот стоит перед нами. А с какими проблемами вообще пришлось столкнуться именно у этого автомобиля? Нет, проблема была только единственная, то что крыло было не лонг. И если на это сразу внимания бы не обратили бы, отсверлили и отрезались там-сям, и у нас не хватало бы где-то сантиметров 12. Не, ну это нормальная история. Перед тем, как резать болгаркой, я увидел, что вот оно как раз будет впритык, тот кусок, который нам привезли, и то, что у нас повреждено, как раз вот этого и хватило. Я думал, там запас маленько остается, а там нет, там было красоты. Ну, вовремя почекали все. Ну, конечно, да, да, там все срастили, все нормально. Хорошо, отлично. Кстати, Женя любезно предложил спойлер, который я этот козырек на стекло заднее мы с Серегой красили, приклеивали, то есть переделали, все нормально. Почему-то у меня черным не получается красить, но мою технологию вы видели, все покраски. Серебричным, в принципе, нормальные колеса получаются, но черным почему-то у меня получается, после того, как лаком покрашу, лак положу, он каким-то шершавым остается и не блестящим. Ну, ты видел, да? Да. Вот, Женя предложил, в общем, все это нафиг содрать старое и нормально по-человечески покрасил, как бы, оптом, так скажем. Спасибо большое. Пожалуйста, обращайтесь. Так, а какие материалы вообще пользуетесь? Просто я приехал сегодня, я смотрю, но все равно понимаю, что условия идеальные, хорошие, но на заводе все равно редко получается, но я посмотрел, крыло двери, ну, реально, как вот на новых машинах смотришь, шагрень там, все, то есть, все это, как все это лежит, вот как на новой машине прям. Как вообще, что, какие материалы используете? Расскажи. Ну, в основном мы сейчас используем линейку Дайна, это шпаклевки, грунты, лаки, Дайна, да? Краска, да. Я вот знаю, 3М, мотип там, в принципе, все. 3М, да, 3М мы используем, как, допустим, абразивный материал, мы используем 3М. Снаружи я понимаю, все чики-пики, а внутри там, то есть, вот эти швы сварочные, внутри тоже, они чем-то обрабатываются, как это вообще? Да, там есть технологические отверстия варки, мы воспользовались им и через него, через трубочку, через пистолет нанесли мавиль, обработали швы внутри, чтобы не было коррозии. Через все возможные технологические отверстия, но в пороге есть там, да, там все обработано, да, нашим реагентам, которые сейчас начнут посыпать. Женя, расскажем оборудование, какое вообще применяете, что, как я, ну, вот как минимум камеру я здесь вижу, покрасочную, всякие там штука какая-то, там, 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 все это лежит. Что применяли вообще при ремонте BMW? При ремонте BMW применяли сварочный аппарат, руки болгарки. Болгарка, да, болгарка, я знаю. Ну, красили в камере. Вот, камера, камера, расскажи про камеру, вот, покрасочная камера тоже, ну, как бы все камера, камера. А чем она отличается от гаража? Вот мне, например, интересно узнать. Размер, примерно, как мой гараж, ну, чуть побольше, а чем она вообще отличается, зачем она нужна? Для того, чтобы можно было качественно покрасить без пыли, без грязи, во-первых, там хорошая вентиляция, то есть более благоприятные условия в покраске, если красишь в гараже, то там кумар стоит, там, пыль, грязь, это все дело непонятно. Ну, водичку побрызгал, да, и все. Не надо ничего брызгать, никакой водички. Стены камеры обработаны специальным составом липким, которым прилипает вся залетевшая пыль. А, вот, липкие стены у нее, да? Да, да, да. Так, вентиляция особая, то есть много летит? То есть, да, хорошая приточка, хорошая отточка, да, ну и сушка, само собой, как бы, газовая горелка у нас установлена, у нас газ. То есть там нагревается, да, это помещение? Да, там нагревается, после покраски включаем сушку, до 60 градусов прогреваем. В течение 40 минут лак высыхает. А самое долгое еще что сохнет? Тут там грунт, краска, лак, да, что самое долгое сохнет? Вот, вот эти материалы не сохнут по 40 минут. А, все одинаково, то есть, да? Да, да. Понятно. Ну, я в гараже примерно так же делаю. Мне понравился еще такой момент, что эта компания идет ногу со временем, получается, инстаграм ведут и даже отвечают, и даже очень быстро. И, я так понимаю, можно оценку, ну, я приехал на оценку, кто приехал, да, но можно просто, типа, как по WhatsApp. Да, можно на WhatsApp, на WhatsApp отправить фотографии с повреждением, ну и краткое описание, что повреждения. Некоторые делают ошибку, фотографируют просто вмятину, по которой трудно определить, что это за элемент, что это за автомобиль. Они фотографируют, как на продаже, типа, да, здесь так, мелочи, да? Да, и поэтому трудно что-то понять. Поэтому лучше, если делать фотографии, то делать с некоторых ракурсов разных. И краткое описание, какое повреждение, что хотите получить от этого ремонта. Разные ракурсы, ну и, как бы, наоборот, фотографировать, чтобы самую жесть показать, да? Да. Еще приятный момент такой, мне понравился, что у ребят есть бесплатное такси, если вы тачку, допустим, отдаете, такси вам оплачивают, это достаточно удобно. Да, нашим клиентам мы оплачиваем такси, чтобы уехали от нас, так как мы немножко за городом находимся. Как Новосибирск, промышленность 18? Да. Новосибирск, ребят, все нормально. А то вы сейчас подумаете. Ну, метро далековато, и поэтому не всем удобно от нас уехать. Также мне очень понравились условия работы, то есть здесь ребятам реально приятно работать. Здесь сухо, чисто, как в операционной, можно сказать, стерильно. Огромное помещение, то есть подъемник, все там рабочие места очень удобные. Соответственно, и качество отличается от каких-то там гаражных сервисов и так далее. Насбокс позволяет, ну, соблюдать все технологии, технологические процессы. У нас тепло, у нас газовое отопление. И как бы всю зиму, в любые морозы у нас здесь тепло. Так, температура понятна. Гараж-то, конечно, пока ты растопишь с ночи, да? Ну, да, да. Да, очень удобно с подъемником снимать, устанавливать бампера, подкрылки. То есть не корячишься, под машиной не лазишь, не мараешься там по полу. Да, хотя пол у нас чисто, можно и поваляться. Смотрите, значит, просто как новое. Даже трогать, жалко, отпечатки оставлять. Вот. И единственное мне желание, чтобы эта вся машина такая стала. Но потом, не знаю, с Женей договоримся, может, еще позовет, еще что-нибудь покрасим. Вот, то есть, козыречек, дверь, крыло. Соответственно, вот эта часть вся, она тоже крашена. Крашена была, крашена. Вот. Ну, первое, что я сразу контрастирую, вот даже порог, да? То есть, есть еще чем заняться. Вот. Проект еще только начинается, можно сказать. О, доводчики мои любимые. Я уже забыл, да, как они работают. Ну что, хочу сказать огромное спасибо компании Новый Цвет. И, Жень, тебе конкретно. Отличная работа, я очень рад. Все, сейчас поехал обмывать, так сказать, ремонт. Все, всем пока. Пока. Студия кузовного ремонта Новый Цвет. Сделай правильный выбор.